Офицерам даже моего поколения, особенно генералам, потому что они все уже, а, все, ничего не нужно и так далее. Но мы вот сейчас увидим, проводим съезд народных представителей, когда из 85 регионов приехали, из соседних даже независимых стран. И я вижу две силы, тем более, работая со студентами, вижу две силы. Мужики пока спят. Мужика в России сегодня нет. Вот нет мужика. Ему кто-то где-то погрозил включить телевидение и посмотреть. Вроде нормальные, здоровые там даже с двумя высшими образованиями вот эти телеведущие, продюсеры. Но что они несут? Ну, когда я включаю «Россия-24» и с трибуны Совета Федерации, спикер говорит о том, что, а вы знаете, вот как только за рубежом там услышали, что обнуляется срок Владимира Владимировича, сразу цены на нефть выросли. И почти там на 10%. Ну, боже мой. Ну, что это? Безумие, что это? Издевательство, ну как? А это вот ликвидация... Или старость просто. Мужики, или мужчины. Или постарела страна. Ликвидация все. Но сегодня вот на съезд, я говорю, народных представителей, здесь вот в Москве проводили мы, приехала из всех регионов России приехали. Но только из 11 регионов вот делегации возглавляли мужчины. А так женщины, доктора наук там все умные. И второе, посмотрите, вот даже прислали недавно там заседание Мосгордумы, где там, ну, против этих поправок в Конституцию выступает молодежь. И вот эта вот надежда, мы уже, наверное, в тылу будем там, или за градотрядами, или авергардами, да. Вот что просыпается. И вот это очень здорово пугает. Поэтому Греф и уже несколько раз, вот последние там месяцы, он утверждает, что зачем школы нужны, учителя вообще не нужны. Вот три класса, и государство не должно заобразовать. Мне рассказывал один товарищ, он промышленник, живет в закрытом коттедже, в лесу, между Рублевкой и Новой Ригой. У них поселок, там только промышленники, богатые люди. И он вышел летом с собакой погулять, вдруг над дачей олигарха какого-то. Медленно на веревочках поднимается огромный плакат, на котором надпись «Свободу Егору Жукову». Рогатрот открыл, глазам своим не верил. «Свободу Егору Жукову над дачей олигарха». Это не потому, что тот переобулся на ходу, а потому что детей вот так хватать только дебилы могут. Я не прав. Вот все. Значит, все-таки пробуждается что-то коренное. В каждом из нас сидящий от матери, от отца, от деда. От 41-го-45-го он упробуждается же. Неужели это не видит? Так что все же надежда есть, что вот сегодня нет единого такого четкого лидера. Это совершенно не страшно. Не страшно. Лидер обязательно родится. Как кто мог предположить. Зеленского какого-нибудь. Троцкий, Свердлов, что там Сталин какой-то там, Джугашвири, Грудин. Вот, появится обязательно. Но вы, вот вы опытный человек. Герой югославских событий, о чем мало кто знает. Вы человек, которому мы обязаны очень многим. Вы, любимец министра обороны Устинова, его ближайший сотрудник. Сегодня Устинов, кажется, вообще это другая планета. Дмитрий Федорович, вы верите, что мы с вами доживем. И может даже быстро доживем. До того момента, когда все изменится в сторону здравого смысла. Закона. Не ахинеи. Не этих идиотов, которые вот все это устроили. А здравого смысла. Верите? Верите? Не только верю, но и участвовать. И я, и ты, мы будем. И мы уже участвуем в этом процессе. Ускоряя приход здравого, разумного смысла. И уже видим, что общество, если Александр Александрович Зиновьев использует, то оно стратируется, образуется в какие-то там группы. Пусть там партии, там какие-то движения. Но оно организовывается. И затем вот эти ручейки, они в одну реку сольются. Это вне сомнений. И вот то, что я говорил, что сегодня молодежь грамотная, вот именно грамотная, есть там, я вижу, как ради диплома, а есть ради знаний. И вот сегодня у молодежи эти знания превращаются в стадию понимания. Не просто они знают, что там всё, а понимают, что происходит. И начинается уже формироваться, ну вот это осмысление происходящего. И что делать? Вот сегодня пока никто не знает там, ну, Платошкин там о социализме и так далее. Они знают, что не нужно делать, вот, что нужно останавливать, а вот что делать, вот, пока ещё не осмыслили. И вот мы сегодня, вот я давно эту фразу произношу, первое, кем должна Россия позиционировать будущее России, себя в мировом геополитическом пространстве. Это интеллектуально-нравственная мировая держава справедливости и чести. Вот. Интеллект я ставлю на первое место, вот, чтобы понимать всё, что происходит, понимать, что вот человек и вся жизнь на Земле – это частичка живой Вселенной, что это живой, единый организм. И то, что вот происходит во Вселенной, оно обязательно отражается. И уже вот сегодня отражается на сознании и человека, и животного. Так что всё будет, я думаю, пройдём через... Но всё должно быть хорошо. Так что мы с тобой не просто живём, а мы вот участвуем в этом, приближаем наше красивое будущее. Но главное, вот, этот, из вируса тоже вот нужно сегодня извлечь положительное. Вот. А что такое положительное? В семьях начинается общение там. Люди достали, муж и жена больше друг друга. Начинают готовить пищу, где-то там начинают на даче сажать, там не только цветочки, там всё, но, наверное, и картошку будут там, и так далее. То есть мы как бы вот этот вирус... Как я 50 кур на даче завёл у себя, всё. Да. Яйца хоть будут свои в жизни. Возвращают нас к природе, из которой мы вырвались, и объявили природе вот эту технократическую войну. Мы возвращаем туда. Начинает вот формироваться сознание, что магазин, где дети не знают, откуда всё происходит, а где, говорят, там растёт? В магазине. Да. Вот. Вот от магазина возвращают в природу. К земле. Значит, мы её больше будем любить. Значит, природа простит. Не всех, но простит. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ